Спецоперация в зоопарке. Работают 8 сотрудников. Достают из вольера нильского крокодила Кузю. В арсенале специальные силки, скотч, веревки, носилки и простынь. Хищник оказывает сопротивление. В итоге зоологи все же берут верх. Сначала надо ликвидировать опасность. Перевязать пасть крокодилу, связать лапы, потом аккуратно уложить его на носилки и примотать к ним. Все проходит безболезненно для крокодила. Его решили не усыплять. Не зная точного веса, невозможно рассчитать необходимую дозировку препаратов. Обездвиженное животное несут к промышленным весам. На табло 131 килограмм. Рост рептилии 3 метра 15 сантиметров. Половина – это хвост. Его длина 157 сантиметров. Измерения проводят раз в 5 лет. За это время зубастый подрос на 30 сантиметров. Значит, питание и условия хорошие. На сегодняшний момент, по социальным данным, он является крупнейшим крокодилом. Мы его кормим раз в неделю. Он получает питание мяса, курицы, мяса, говядины. Даются иногда забитые крысы и рыба. Более крупную добычу он почему-то у нас не старается их производить. У Кузи появился статус самого большого крокодила из всех живущих в зоопарках России. К тому же, у него одного есть официальное имя. Успокаивать взволнованное животное принялись все посетители. Им предоставилась уникальная возможность погладить крокодила. Такой теплый, приятно его гладить. Ну, как казалось, многие люди думают, что вот змеи все, рептилии, они почему-то мокрые такие, скользкие, холодные. Но на самом деле нет. Доставать Кузю из комфортных апартаментов понадобилось и для того, чтобы наконец выяснить, какого же пола крокодил. Для этого требуется специальное исследование. После напряженной процедуры взвешивания Кузя расслабляется в теплом бассейне. Крокодила не только взвесили и измерили. Открылась главная интрига, которая длилась 25 лет. Кто же на самом деле Кузя? Самец или самка? Пояснять это раньше не было необходимости. А сейчас крокодил подрос и может обзавестись потомством. Итак, зоологи установили, Кузя по праву носит свое имя. Это самец. Уже в ближайшее время ему будут подыскивать спутницу. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.